Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Что будет в новой серии сериала Елычапкиня? Почему Суна подумала о Феррите? Случится ли что-нибудь между Суной и Ферритом? Узнает ли Сердер, что он отец ребенка? И чем заканчиваются игры Пелена? А какие шокирующие детали были упущены в последней серии? Все это и многое другое есть в этом видео. Прежде всего, можно сказать, что конец Пелена наступила с возвращением Сердера в сериал. В новом эпизоде Сердер разговаривает с Халисом и заявляет, что ребенок принадлежит ему. Халис вызывает к себе Пелена и пытается узнать правду. Тогда они решат, что Пелину лучше сдать анализы. Итак, результат теста определит, от кого ребенок Пелин. Обычно результат теста скажет, что отцом ребенка Пелин является Сердер. Но Пелин может снова составить план и изменить этот исход. Поэтому Пелин составит фальшивое заявление и скажет, что ребенок от Феррита. Но Сердер не оставит это дело без внимания. В результате Сердер узнает, что ребенок его. Затем, когда ложь Пелин о Сачиде раскроется, на этот раз ее загонят в угол. Феррит ненавидит Пелин, узнав о том, что случилось с Сачидой. Пока происходят эти события, Пелин опустошена тем, что Сердер является отцом ее ребенка, а то, что Феррит будет держаться подальше от Пелин, приведет Пелин к горькому концу. В этот момент у Пелин, вероятно, пойдет кровь и ее госпитализирует. После первого вмешательства либо Пелин, либо ее ребенок умрут. Я думаю, что на данный момент потеря Пелин ребенка мало что меняет. По этой причине я считаю более подходящим, чтобы Пелин умерла при рождении ребенка. Таким образом, если ребенок принадлежит Сердеру, Сердер забирает своего ребенка и покидает Серию. Таким образом, выясняется, что Сердер является отцом ребенка Пелин, а главное, вопрос Пелина решен навсегда. Что вы думаете об этом? Каким, по вашему мнению, должен быть конец Пелин. Не забудьте написать свое мнение в разделе комментариев. Давайте поговорим о новых мечтах Суны. В наших предыдущих видео я рассказывал вам, что Суна неправильно поняла то, что услышала от гадалки Фикрии. На этот раз Суна сама отправилась к гадалке. А Суман сказала Суне, эта женщина нарушила мой покой. Несмотря на это, Суна заинтересовалась и снова встретила гадалку. Словно нарочно гадалке Фикрии удалось проникнуть в сознание Суны, рассказав ей подобные вещи. Хотя Суне в этой части следовало бы подумать об обедении, она, наоборот, вернулся к началу и подумала о Ферите. Что хотела сказать гадалка Суне своими словами? Потому что гадалка Фикрии сказала Суне, эта падающая чаша отплатит тебе. В этой части Суна также думала о том, будет ли у нее в будущем роман с Феритом, и даже старалась держаться от Ферита подальше, потому что боялась этого. На самом деле Суна неправильно поняла то, что сказала гадалка, и поймет это лучше в следующих сериях. Суна обретет эту силу, когда станет единственной и абсолютной правительницей простоты. Это означает, что Суна будет старшей хозяйкой особняка. Как я всегда говорю, Суна заменит и фоката в этой части и будет похожа на нее. Но, конечно, это произойдет со временем, когда события усложнятся. Однако гадалка словно намеренно произнесла эти речи, чтобы заставить Суну неправильно понять и вернуть инцидент к началу. Суна снова подумала о Ферите, когда услышала эти слова. Очевидно, что в этой части на самом деле есть что-то странное. Итак, это было как если бы гадалка сказала Суне то, что она хотела, чтобы кто-то сказала. Короче говоря, цель гадалки здесь запутать Суну. Потому что и фокат лично попросила об этом у гадалки. Я думаю, что и фокат заключила сделку с гадалкой, чтобы контролировать Суну. Таким образом, гадалка попытается подтолкнуть Суну к Фериту, и Суна не будет испытывать чувств Кая. В результате и фокат продолжит направлять и использовать Суну по своему желанию. Суна пока будет продолжать мечтать о Ферите. Она даже попытается часто общаться с гадалкой. Но мечтам Суны точно не суждено сбыться. Так что между Суной и Феритом такой любви не будет. Это все игры и фоката. Сейрон и Акин также встретились в этом последнем эпизоде. Что вы думаете об этом? Да, друзья мои, это были мои взгляды. Не забудьте написать свое мнение в комментариях, подписаться на мой канал и включить колокольчик, чтобы не пропустить видео.